Маркин обратился к Суркову с... На Известиях. Да, я просто избегаю, я пытаюсь говорить неокрашенной лексикой, поскольку никакой, ну, не хочу предавать этого окраса, но Маркин обратился необычно, необычно. Маркин написал статью в Известии, и эта статья написана в тоне «Бей подонков». То есть это вот «Догоняй, бей», «Держи вора». Этилистически очень необычно. Неожиданно для человека, который говорит, что там необычно. Мы говорим о генерал-майоре юстиции Маркине, который выступает от Следственного комитета. Он говорит необычной лексикой. Глядя из Лондона, на зеркало нечего пенять. Он дает, конечно, указание на то, что рожа крива. Ну, это часть пословицы. Что у Суркова рожа крива. Значит, это такое бойкое, я бы сказал, бойкое выступление. Значит, смотрите. И он дальше говорит лексикой такой, ну вы же не обкурились, но не обкурились же они. То есть он, не обкурились же топ-менеджеры. По лексике Маркин, как бы это сказать, не бесспорен, не бесспорен, необычен, необычен. Он, в общем, Маркин догоняет и добивает. Я бы сказал, добивает. Однако времена меняются, запятая. А с ними и отговорки, и мантры эффективных менеджеров, которые сейчас без кавычек, а потом они в кавычках уже. Есть эффективные менеджеры в кавычках. Теперь у нас наоборот. Маркин сообщает нам что? Вот послушаем. Он Суркову сообщает, что он говорит, Слава, ты говно. Он говорит. Так? Он это говорит? Ну, я так понимаю, в этой статье. В этой статье поверху написано большими буквами. Слава, ты говно. Это говорю я, Маркин, от лица своего и Бастрыкина. Ну, Маркин же говорит, он же с шефом за это. Значит, Маркин заявляет, Слава, ты говно. Это вот. Больше того, добьем тебя, Слава. Мы тебя добьем. Мы тебя говно добьем. Все. Это значит, говорит Маркин. Да. Это он сообщает Славе. А что он сообщает нам? Он нам сообщает, что под Путиным все пришло в движение. Все еще колышется и дрожит. Потому что Слава тоже же под Путиным. Ну, как. То есть, если мне за фамильярность, да я вашими словами пользуюсь, он же не просто так. Он же не просто так. Слава не просто так. Он же не это. Вице-президент Сколкова, вот новость с ленты, да? Сейчас Бельчуков отстранился. Сейчас от работы до разрешения ситуации с уголовным делом. Значит, смысл. А что сообщает Бастрыкин устами Маркина в развязной форме? В развязной форме. Мы вас всех. Значит, что сообщает Бастрыкин Суркову устами Маркина в развязной форме? Мы вас всех трахнем. Да? Это он сообщает. Да? От имеем, дым пойдет. Да? Это сообщает Маркин. Да? Суркова. Примерно, видимо, да. Дальше. Всем. Дальше. Он сообщает это вообще всем, так сказать, эффективным менеджерам. Да. Хипстерам и лобстерам. Хипстерам и лобстерам. Да. То есть вы там во власти, то есть не силовая часть власти будет торжественно трахнута. Вот что сообщает Маркин. Да, все вот эти эффективные менеджеры в камерах. Да, да, то есть Маркин сообщает, Маркин сообщает, что вся не силовая часть власти будет отодрана торжественно, торжественно и публично. Да, он пишет прямо, вот чуть где обыск, этот стата. в многоэтажных хоромах вице-губернатора небогатой области, так сразу его коллеги кричат о политическом заказе. В стартапах из Следственного комитета и счетной палаты. Но ведь мы же знаем, что хоромы же не только у не силовой части. У силовой еще какие хоромы! У силовой-то какие хоромы! А их ни слова в статье. Ни слова. То есть, условно говоря, не силовая часть не силовая часть путинской вертикали будет отодрана и трахнуто. Торжественно. Публично. Сообщает Маркин. Что это означает для нас? А мне что? Что означает это Крошилово? Что означает это Крошилово? Они метелят друг друга и они угрожают друг другу. Люди Путина. Люди Путина угрожают друг другу публично. Что это означает для нас? Мы возвращаемся к теме. Владимир Маркин из Следственного комитета. Человек, который излагает позицию, безусловно, он не публицист, он никакой не Белинский, а Маркин, он представитель для прессы, для пиара и так далее, Следственного комитета, то есть от лица своей организации, безусловно, выражая точку зрения Бастрыкина, Маркин развязно, дерзко и, в общем, глумливо, в терминах, которыми говорят с подонками, с подонками, в терминах и по лексике, как говорят с подонками и мерзавцами, разговаривает с Сурковым. Да, да, да. Все, кстати, с известием. Он, по существу, суммируя, он обещает, по существу, он говорит, дает понять, по всякому счету, я так понимаю, что вся несиловая часть путинской власти, вся несиловая часть путинской власти будет оттрахана торжественно и публично. Это говорит Маркин. В терминах «примерно почти таких», как я излагаю, «примерно почти таких». Очень грубо и, ну, так, неподобающе для чиновника. Это означает, что крепнет ненависть путинской вертикали друг к другу. И это означает, что устои незыблемого кажутся ненезыблемы. Ненезыблемы. А что это означает для нас? Здравствуйте. Смотрите, мне пишут, мне пишут о Чубайсика трахнут. Маркин дал намек, пора бежать несиловикам из страны. Путин избавляется от предателей, пишет 97-й и так далее. Люди это, в общем, в принципе, приветствуют. Но что это означает для нас? Что, наконец, с предателями все будет, значит, покончено, и только силовики останутся. Так что я хотел... Мне это напомнило ситуацию, ну, как проброс. Помните, была ситуация с Коржаковым и такими либералами вокруг Ельцина. Я думаю, что почти вся аудитория ничего подобного не помнит. Но это была такая фигня, которая в 96-м году развивалась, начиная с февраля. В феврале в Давосе объединились банкиры. В принципе, это похоже на эту историю, да? То есть они вынуждают Путина к более жесткой позиции по отношению к своей же более либеральной части, да? Да. Я бы сказал так, они заставляют Путина сделать выбор. Они заставляют Путина сделать выбор. Ну, да, но на мой взгляд... Но Таня Дьяченко сегодня нет. Сегодня нет Тани Дьяченко. Что она делает? Таня Дьяченко была дочерью, ныне австрийская гражданка Таня Дьяченко, гражданка Австрии, которая входила к папе, открывая дверь ногой, и в любую минуту улаживала дела в пользу либеральной части. Ну, может, кто-то еще есть, о ком мы не знаем? Нет. Или это фантазия? Нет. Сегодня так войти к Путину никто из либералов не может. Никто. Кудрин на прямой линии может кувыркаться, сколько хочет. Но войти в кабинет вот так просто он не может, как Таня ходила к Ельцину. Нет, не может. Нет. Понимаете? Нет. Ну, нет, нет. А кто может? Кто может? Кто может из либералов войти сегодня? Может? Нет. Ну, может быть, почему? Если он папа скажет, прошу о том, что... Нет. Нет. Внимаю, нет. Ответ. Нет. Будет приглашен два раза в год, там, в Алдайскую группу, еще куда-то. А, вот так вот? Конечно, больше никогда. Кто может войти к Путину вот так из либералов, как раньше Таня Диченко? Никто. Никто. Сурков. Нет. 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 Ну, вот вы разбили... Вот так может войти куча силовиков. Сегодня может войти почти любой силовик. Клокольцев какой-нибудь. Кто? Клокольцев. Клокольцев может войти к Путину в любой день. Сегодня может войти. Точно. Сегодня может войти. Сегодня Клокольцеву нужно, сегодня Клокольцеву войдет. Шойгу сегодня нужно, сегодня войдет. Значит, этот самый Сечин сегодня нужно, сегодня войдет. А, ну да. Да, Сечин войдет. Ясно, очевидно, что ФСБ войдет. Очевидно, ФСБ войдет. Значит, кто еще? Все? Все. А, пойми-то, в 96-м году, когда вы Скоков Коржаков противостояли Чубайсу Березовскому, значит, по Тане, ну, по Тане тогда был в шайке, ну, и тогда тогда, Гусинскому и прочее, значит, тогда Таня Дьяченко была универсальным медиатором, она заходила в любую секунду, в любую. Папа был как тигра, как тигру в клетку запускали Таню. Таня разруливала. Сегодня нет такого человека, его нет просто. Это значит, для нас всех, что все проекты там, кстати, Сколкова, Нана, Роснано, они все будут свернуты, и все. Знаешь, что может войти? Кто? Медведев. Медведев. Медведев может войти. Медведев может войти сегодня на сегодня. Вот сегодня. Сегодня на сегодня. Медведев может войти сегодня. Вот он сегодня ему надо, сегодня он войдет. Понятно, да? Медведев. Послушайте, что последний. Все. Ну что, он отмолит там Супрова со всеми остальными или нет? А-а. Нет. Ему придется тогда что? Нет, потому что Медведев, Медведев, пойми ты, пойми ты, Медведев представляет некую политику, которая не поддержана уже почти никем. Но он чем-то остается? То есть он ценен для самого Путина? Чем ценен? Тем, что он 4 года держал трон. 4 года, но это моральная обязательность. Дорогого стоит. 4 года ни на миллиметр не нарушил договоренности. Молодец, что. Он войдет сегодня, если захочет. Медведев войдет сегодня. Положит ему на стол известие. Положит на стол известие. Вам Песков показывал? Песков не показывал. И что? Дальше. Путин почитает. Скажет, да, это фигня. Разберутся. Да ладно, разберутся. Выпили там больше. Праздновать не буду. Ничего страшного. Потому что Путин не любит заострять. Путин не любит заострять. Почему он не будет заострять? Значит, нормально все. Война продолжится. Значит, перебьют этих всех силовики. А народу-то от этого что? Что народу? Я спрашиваю про народ. Слушай, меня что, волнует элита, что ли? Меня абсолютно не волнует элита. Я спрашиваю про народ. Никто не хочет отвечать. 788-107-0. Что от этого народу? Вот, Настя, наконец, вернула меня в лоно и в рухло. Да, я Сергей Михаил Говорос. Здрасте, Михаил, здрасте. Что народу? Да чума на лоб их дома. И все, да? Да. Не-не-не. Слушай, у народу сейчас есть возможность читать в Твиттерах, что ли? Эй, эй. Беларусь ушел, да? И иметь какую-то хотя бы иллюзию, ЖЖ, у кого-то Ютьюб, у кого-то что-то. Они, то есть у меня, например, есть ощущение, что у меня все-таки есть прямая связь какая-то, что кто-то там во власти, близок хоть чем-то мне, хотя бы участие в социальных сетях. Слушай, интересно, 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 голосование, голосование, голосование. Это письмо Маркина, вот это письмо, грубое письмо Маркина, которое торжественно обещает и в грубой манере, в грубой манере, вызывающей манере, довольно развязно по лексике, обещает, по существу, как я понял, оттрахать всю несиловую часть путинской вертикали. Это ведет к укреплению Путина или к ослаблению? К укреплению 916-5581, а? Да, хорошо. 916-5581, к укреплению, к укреплению, укреплению, очиститься от предателей, очиститься от предателей. 916-5581, это ведет к укреплению путинской власти. Нормально. Перебьют всех несиловиков, посадят и так далее, подонки, все, и все. Значит, 916-5582, нет, это означает ослабление путинской власти. Это же мрак. Ослабление путинской власти, приход силовиков к власти по существу, которые такие же, в общем, ничем не лучше. Ничем не лучше. Это означает травлю всех несиловиков и ослабление по существу, шатание путинской власти. 916-5582. А какими словами вы описываете ослабление? В такой манере Почти матом Ругаться в газете Ну это очень развязная манера Это необычно Это свидетельствует о шатании в верхах Верхи шатаются Верхам плохо Их колбасит Это так Но ослабление Путина Допустим остались одессиловики вокруг него Как он может ослабнуть Мы видим публично Драку путинской вертикали Друг с другом Маркин угрожает путинской вертикали Не силовой части В развязной манере То есть так, что дело решено Маркин-то умный человек Он же знает все Значит дана отмашка Все, добивать Значит Путин потом по скайпу будет с Медведевым общаться Правильно? Полагаю, я никого не удивлю Потому что в праздники обычно это так И в Новый год И на майские Это всегда так Я никого не удивлю результатами голосования Безусловно поддерживают Истребление всякой несиловой части путинской вертикали Поддерживают 63,7% Потому что силовики должны покарать всех вот этих вот И воцариться И воцариться 36,3% считают, что это не приведет к усилению Путина Это приведет к ослаблению 36,3% Роскошно, роскошно Я, кстати говоря Я признаю, что вопрос был поставлен неоднозначно И любой вопрос, любой ответ воспринимается дискуссионно здесь Дискуссионно Разумеется, да Но и что? И все надеются продолжать дискуссию Не правда ли? Конечно Так вот Этого не будет Потому что у меня чертова туча всевозможных новостей И не могу же уйти от действительного дыхания времени И все время говорить о Маркине и Суркове Правда же это неправильно? Тем более мы ждем продолжения Конечно Мы продолжаем Ждем продолжения Ждем продолжения Я думаю, что с таким письмом Маркина Конечно, Медведев По меньшей мере позвонит Путину Потому что тут нужно уточнение Насколько Маркин В себе В себе Он всегда в себе Насколько он получил санкцию на такой тон И на такую демонстрацию разобщенности Путинской вертикали